У меня бычьи яйца Большое гриль меню Будет особенно вкусно Седло барашка Куриные сердечки Бычьи яйца Холоденькие Нежные и сочные Картошечка двух вариантов Баклажаны гриль Яйца классные И много зелени Это было потрясающе Попробуйте и вам понравится Класс Привет друзья Привет мои дорогие подписчики Сегодня у меня Большое Огромное Мясное Гриль меню Будут обалденные Кусочки седла барашка Очень вкусные Также будут Бычьи яйца А еще будут Куриные сердечки В двух разных маринадах Все будет очень вкусно И обалденно У нас будет много Разного вкусного Которое мы будем готовить На открытом Живом огне На решетке Оставайтесь со мной И вы узнаете Как его лучше приготовить И насколько оно вкусно А начну я конечно же С синеньких Ой С баклажанов Гриль Как вкусно и правильно Приготовить баклажаны На гриле Смотрите ссылочку Вот здесь Для того чтобы Вот так в разрезы Хорошенечко Втираем чесночок Он останется В самом баклажанчике И не будет гореть На огне У меня с баклажаной С другой стороны Но очень уже порезаны Я их порезал Четвертинками Я бычьи яйца Буду делать В свиной сетке Бычьи яйца Я нанизал На шпажки Которые были замочены В воде И солю их Смесью соли И перца Я уже делал Бычьи яйца На гриле И это было Без сетки Результат мне Абсолютно не понравился Сейчас я попробую Сделать сетки И узнаем Все таки Годится ли Такой продукт Как деликатные Бычьи яйца Для приготовления На открытом огне Или лучше бы готовить В сковороде Свиная сетка Очень хороша Для того чтобы В ней что то Жарить Она очень тонкая И эластичная А сейчас я приготовлю Очень вкусную картошку Которая будет На шампурах Тоже будет два варианта Один вариант Картошечка будет В сетке Свиной А второй вариант Картошка будет Перемежаться С кусочками сала Для того чтобы Картошечка пропиталась Жирком Я отрезаю у нее Попки Какое нежное И ароматное Домашнее Свяное сало Вот с такими Прослоечками Мяса С чесночком Я его сам засолил Какое же оно вкусное Сало с картошечкой Будет еще вкуснее Нанизываем сначала Кусочек сала А потом картошечку И опять кусочек сала Чтобы картошечка Была вкуснее Я использую Из приправок Черный перец Зиру И зерна кориандра И конечно же соль Для того чтобы Картошка Очень быстро Приготовилась По всей толщине Нужно сделать Вот такие разрезы И с другой стороны Чтобы помидорчики Были вкусные Я тоже их Поджарю на гриле Пока жар еще горячий Я сделаю Баклажанчики А после этого Приступим К приготовлению Седла барашка А пока Посмотрите Как мариновать Седло барашка И куриные сердечки Перед тем Как готовить маринад Я подготовлю Куриные сердечки У меня Очень хорошие Куриные сердечки Но все-таки Кое-где Попадаются Вот такие Артерии Или аорты Которые нужно Обязательно обрезать И я начинаю Готовить маринад Маринад будет Медово-горчичный Для этого я использую Соевый соус А также Инвертный сироп Меда у меня нет Но зато есть Прекрасный Заменитель меда Это инвертный сироп Как его сделать Смотрите Вот здесь Ссылочка вверху Вообще Маринад Который я буду использовать Он должен иметь В себе Три основных вкуса Это соленость Сладость Кислоту И горечь Соленость Добавляет Соевый соус Сладость Мед Или инвертный сироп Горечь Добавляет Горчица Я использую Самую лучшую горчицу Которая мне нравится Я всегда готовлю Маринад В отдельной емкости Для того Чтобы его можно было Попробовать Горчица придала Хорошую остринку Теперь Лимонный сок Маринад Прекрасный Для того Чтобы придать Пикантности Куриным сердечкам Я еще добавлю Сухой Острый Перед Чили Маринад Для куриных Сердечек Готов Теперь Самое важное Это Хорошее Оливковое масло Первого отжима И конечно же Чесночок Я очень люблю Когда в самом Маринаде Есть имбирь Поэтому я сделаю Два варианта Маринада Один с имбирем Второй без имбиря Оба варианта Сердечек Уже замаринованы Сейчас они Отправляются В холодильник А уже завтра Мы их будем жарить Сейчас займусь Приготовлением Седла барашка Для этого Мне понадобится Сухое красное вино Холодное Холодное Класс И Ступка Седло барашка Я порубил По позвонкам Вот такие Хорошие Толстники Кусочки Получились Для маринада Я использую Совершенно Чуть-чуть Пряностей Это Травки Орегано Тимьян И Немного Шалфея А также Смесь Черного И белого Перца Совершенно Чуть-чуть Малюсенькая Щепоточка Зиры Ягоды Можевильника И немножко Кориандра Зерен Кориандра И конечно же Соль И как обычно Хорошенечко Поливаю Оливковым маслом Седло Барашка Уже Замариновано Я его Отправляю В кастрюльку И ставлю В холодильник Завтра Мы его Начнем готовить Благодаря Разрезом Который Я сделал На коже Баклажанов Они Очень хорошо И быстро Готовятся Теперь Настала Очередь Седла Барашка Вот такие Обалденные Кусочки Как они Уже Пахнут Я только-только Положил На жар И уже Пошел Аромат Аромат Хорошего Барашка Аромат Трава Все Очень вкусно Сейчас Пришла Очередь Бычьих Яиц Выкладываем И начинаем Жарить Жарить Их нужно Очень быстро Только Чтобы Подхватился Сам жирок На сетке И все Яйца будут готовы Чем дольше Мы их будем держать Тем жестче И суше Они будут становиться Шашлычки Из бычьих яиц Уже готовы Вот такие Прекрасные Золотистые шашлычки Сейчас пришло Время Поджарить Куриные сердечки Обычно Я жарю Быщее сердце Максимум Одну минутку Всего Поэтому Сейчас я попробую Сделать то же самое С куриными сердечками Самое важное Чтобы они остались Сочными Их нужно только Чуть-чуть прогреть И все Сердечки Жарились В общей сложности Около трех минут Помидорчики Даже еще Не успели Как следует Полопаться То есть Это как раз Показатель того Что сердечки Должны быть Очень сочными И нежными Большое Гриль меню Уже готово А здесь у меня Прекрасный Бленд Здесь смесь Кукурузы Ржи И овса Очень вкусно Итак Начнем Дегустацию Прекрасный Бленд Из зерновых Холодненький Ароматный Вкуснятина И попробуем Сердечки Так Вот эти Сердечки В маринаде В котором Был имбирь Мягустенький Как я люблю И сочные Они жарились Максимум Три минутки Это как раз То время Какое нужно Учитывая Что жар У меня был Очень-очень Маленький И помидорчики Даже Даже не успели Полопаться Имбирь Я хорошо Услышал Сердечки Возможно Он и лишний Попробуем Без имбиря Вот такой Красивый Шашлычок Без имбиря Хорошо слышно Чесночок Хотя Чеснок и там И там В одинаковом Количестве Именно Совсем Другой Вкус Более Утонченный И более Благородный Класс Давайте Заглянем Сюда Здесь У нас Бычьи Яйца В Сетке Они Тоже Чуть-чуть Прогрелись Насколько Хороши Они Аромат Классный Очень Нежная И сочная Абсолютно Другая Текстура И даже Другой Вкус Чем Когда Они Приготовлены На Сковороде Ничем Не Хуже Просто Другие Да Это Интересное Блюдо И я С удовольствием Его Буду Готовить Своим Друзьям Именно На Открытом Огне На Мангале Яйца Классные И конечно же Баклажаны Гриль Вот С Такой Замечательной Сеткой Посмотрите Все Классно Поджарилась Шкурка Не Сгорела Внутри Они Отлично Пропеклись Очень вкусно Картошечка Двух Вариантов Уже Почти Готова Дымок Обалденный Она Классно Поджарилась И Хорошенечко Пропиталась Ароматом Костра Начнем Дегустацию Седла Барашка Посмотрите Мясо Чуть Чуть Слегка Розовое Аромат Божественный Слышно Как оно Хорошенечко Прожарилось Мягусенькое Сочное Вкуснятина Седло Барашка Которое Жарится На Косточке Оно Настолько Обалденное Настолько Вкусное Намного Лучше Чем Именно Без Косточки Попробуйте И вам Понравится Класс Сочное Вот так Аппетитно Поджаристо Выглядит Картошечка Которая Была Завернута В Свиную Сетку Сеточка Вся Полностью Растаяла Пропитала Картошечку А вот Здесь У меня Второй Вариант Картошечки Которая Была Без Сетки Но Между Ними Были Кусочки Сала Картошка Полностью Пропеченная Очень Вкусная Но Она Как будто Быть Слегка Пресноватая То есть Нет В ней Такого Жирка Который Хотел Быть Здесь Видеть Я Сальцо Сало Классное А теперь Давайте Попробуем Картошку Которая Делась В Сальнике Насколько Интересна Она Друзья Оба Варианта Картошечки Были Обалденными Но Мне Больше Понравилась Картошка Которая Была В Сальнике Потому Что Ее Готовить Намного Проще Она Была Чуть Чуть Сочнее Немножко Жирнее Седло Барашка Было Как Всегда Великолепно Главное Найти Хорошего Вкусного Барашка Естественно Прекрасный Бленд Из Зерновых Дистиллятов И Если Вам Понравилось Это Видео Ставьте Лайки Подписывайтесь На мой Канал Пишите Комментарии Что Вы Думаете Об Этом Видео Для Того Чтобы Подписаться На мой Канал Ссылочка Вот Здесь Внизу Рядышком Есть Колокольчик Нажимайте На колокольчик И Вы Будете Всегда В Курсе Всех Новых Видео На Моем Канале И Помните Кухня Это Самое Спокойное Место